Вопрос об уничтожении противоположности между городом и деревней, между умственным и физическим трудом, а также вопрос о ликвидации различий между ними. То есть в этом вопросе, в этой части своей работы он, собственно, рассматривает четыре проблемы. Четыре проблемы, можно так сказать. И он оговаривается, что эти проблемы существенно отличаются друг от друга, однако я объединяю их в одной главе не для того, чтобы смешать их друг с другом, а исключительно для краткости изложения. Вот так он сказал. Итак, первая проблема – это проблема уничтожения противоположностей между городом и деревней, между промышленностью и сельским хозяйством. По мнению Сталина, представляет давно уже известную проблему, поставленную еще Марксом и Энгельсом. Экономической основой этой противоположности является эксплуатация деревни городом, и экспроприация крестьянства и разорение большинства деревенского населения всем ходом развития промышленности, торговли и кредитной системы при капитализме. То есть экспроприация крестьянства капитализмом. Поэтому противоположность между городом и деревней при капитализме нужно рассматривать как противоположность интересов. На этой почве возникло враждебное отношение деревни к городу и вообще к городским людям. С уничтожением капитализма, системой эксплуатации, с укреплением социалистического строя в нашей стране должна была исчезнуть и противоположность интересов между городом и деревней, между промышленностью и сельским хозяйством. И отвечает на это так Сталин, что так оно и произошло. Огромная помощь нашему крестьянству со стороны социалистического города, со стороны нашего рабочего класса, оказанная в деле ликвидации помещиков и кулачества, укрепила почву для союза рабочего класса и крестьянства. А систематическое снабжение крестьянства и его колхозов первоклассными тракторами и другими машинами превратило союз рабочего класса и крестьянства в дружбу между ними. То есть оказание помощи со стороны рабочего класса и превратило эти взаимоотношения между рабочим классом и крестьянством в дружбу. Конечно, рабочие и колхозное крестьянство составляют все же два класса, отличающиеся друг от друга по своему положению. Но это различие ни в какой мере не ослабляет эту дружбу. Наоборот, их интересы лежат на одной общей линии, на линии укрепления социалистического строя и победы коммунизма. Неудивительно поэтому, что от былого недоверия, а тем более ненависти деревни к городу не осталось и следа. Все это означает, что почва для противоположностей между городом и деревней, между промышленностью и сельским хозяйством уже ликвидирована нашим социалистическим строем. Это, конечно, не значит, что уничтожение противоположностей между городом и деревней должно привести к гибели больших городов. Как это, он говорит, предполагалось в одном из положений в антидюринге. Большие города, заявляет Иосиф Виссарионович, не только не погибнут, но появятся еще новые большие города. Как центры наибольшего роста культуры, как центры не только большой индустрии, но и переработки сельскохозяйственных продуктов и мощного развития всех отраслей пищевой промышленности. Это обстоятельство облегчит культурный расцвет страны и приведет к выравниванию условий быта в городе и в деревне. Вот, собственно, что он хотел сказать здесь в этих заметках по экономическим проблемам по поводу уничтожения противоположностей между городом и деревней. И переходит ко второму вопросу. Это проблема уничтожения противоположностей между умственным и физическим трудом. Он говорит, что аналогичное положение мы имеем и с этой проблемой. Она является также известной проблемой, тоже поставленной еще Марксом и Энгельсом. Экономической основой противоположности между умственным и физическим трудом является эксплуатация людей физического труда со стороны представителей умственного труда. Всем известен разрыв, существовавший при капитализме между людьми физического труда на предприятиях и руководящим персоналом. Известно, что на базе этого разрыва развилось враждебное отношение рабочих к директору, например, к мастеру, к инженеру и другим представителям технического персонала, как к врагам. Понятно, что с уничтожением капитализма и системой эксплуатации должна была исчезнуть и противоположность интересов между физическим и умственным трудом. И она действительно исчезла при нашем социалистическом строе. Теперь люди как физического труда, так и руководящий персонал являются не врагами, а товарищами, друзьями, членами единого производственного коллектива, кровно заинтересованного в преуспевании и в улучшении производства. То есть, и в этой проблеме противоположности между умственным и физическим трудом от былой вражды между ними не осталось и следа. Вот такое краткое заключение по второй противоположности он делает в своих заметках. Третий вопрос, который он здесь рассматривает в этой главе, он говорит, что совершенно другой характер имеет проблема исчезновения различий, не противоположности, а различий между городом, то есть промышленностью, и деревней, сельским хозяйством. А также между физическим и умственным трудом. Эта проблема не ставилась классиками марксизма. Это новая проблема, поставленная практикой нашего социалистического строительства. Но не является ли эта проблема надуманной? Имеет ли она для нас какое-то практическое или теоретическое значение? И на этот вопрос он отвечает так, что эту проблему нельзя считать надуманной. Наоборот, она является для нас в высшей степени серьезной проблемой. Если взять, например, различие между сельским хозяйством и промышленностью, то оно сводится у нас не только к тому, что условия труда в сельском хозяйстве отличаются от условий труда в промышленности, но прежде всего и главным образом к тому, что в промышленности мы имеем общенародную собственность на средства производства и на продукцию этого производства, тогда как в сельском хозяйстве имеем не общенародную, а групповую колхозную собственность. То есть, различие не только в условиях труда, но и в различиях собственности. Но об этих вопросах, различии собственности он и в предыдущих главах говорил. И в предыдущих главах говорилось, что это обстоятельство ведет к сохранению товарного обращения. То есть, раз существуют различные виды собственности, то и сохраняется товарное обращение. И что только с исчезновением этого различия между промышленностью и сельским хозяйством может исчезнуть товарное производство со всеми вытекающими отсюда последствиями. Следовательно, нельзя отрицать, что исчезновение этого существенного различия, он подчеркивает именно существенного различия, между сельским хозяйством и промышленностью должно иметь для нас первостепенное значение. Вот что о различии он хотел сказать между городом и деревней и между промышленностью и сельским хозяйством. По четвертому вопросу или по четвертой части этой главы он говорит так. То же самое нужно сказать о проблеме уничтожения, опять же, существенного различия между трудом умственным и трудом физическим. Эта проблема имеет для нас также первостепенное значение. До начала разворота массового социалистического соревнования рост промышленности шел у нас со скрипом. А многие товарищи ставили вопрос о замедлении темпов развития промышленности. Объясняется это главным образом тем, что культурно-технический уровень рабочих был слишком низок и далеко отставал от уровня технического персонала. Дело, однако, изменилось коренным образом после того, как соцсоревнование приняло у нас массовый характер. Именно после этого промышленность пошла вперед ускоренным темпом. И задает вопрос, почему же соцсоревнование приняло массовый характер? Отвечает на этот вопрос, потому что среди рабочих нашлись целые группы товарищей, которые не только освоили технический минимум, но пошли дальше, стали в уровень с техническим персоналом, стали поправлять инженеров и техников, ломать существующие нормы, как устаревшие, вводить новые, более современные нормы и тому подобное. И что было бы, если бы не отдельные группы рабочих, а большинство рабочих подняло свой культурно-технический уровень до уровня инженерно-технического персонала? В этом случае наша промышленность была бы поднята на высоту, недосягаемую для промышленности других стран. Следовательно, нельзя отрицать, что уничтожение существенного различия между умственным и физическим трудом путем поднятия культурно-технического уровня рабочих до уровня технического персонала не может не иметь для нас первостепенного значения. То есть преодоление существенных различий между умственным и физическим трудом и не только преодоление, но и увеличение производительности труда, а увеличение способности рабочих производить больше продукции именно связано с ростом культурно-технического уровня. Вот такой вывод делает он в прояснении этой проблемы. Далее он говорит, что некоторые товарищи утверждают, что со временем исчезнет не только существенное различие между промышленностью и сельским хозяйством, между физическим и умственным трудом, но исчезнет также всякое различие между ними. То есть это он опять же возвращается к дискуссии по тем экономическим вопросам, которые поднимались при подготовке учебника. И отвечает на это. Это неверно. Уничтожение существенного различия между промышленностью и сельским хозяйством не может привести к уничтожению всякого различия между ними. Какое-то различие, хотя и несущественное, безусловно останется ввиду различий в условиях работы в промышленности и в сельском хозяйстве. Ну, конечно, понимаете, что в сельском хозяйстве одни условия работы, под открытым небом, как правило, а промышленность работает в других условиях. И говорит далее, что даже в промышленности, если иметь в виду различные ее отрасли, условия работы не везде одинаковы. Условия работы, например, шахтеров отличают от условий работы рабочих механизированной обувной фабрики. Условия работы рудокопов отличаются от условий работы машиностроительных рабочих. Если это верно, то тем более должно сохраниться известное различие между промышленностью и сельским хозяйством. То же самое надо сказать насчет различия между трудом умственным и трудом физическим. Существенное различие между ними, в смысле разрыва в культурно-техническом уровне, безусловно, исчезнет. Но какое-то различие, хотя и несущественное, все же сохранится. Хотя бы потому, что условия работы руководящего состава предприятий не одинаковы с условиями работы рабочих. Товарищи, утверждающий обратное, опирается, должно быть, на известную формулировку в некоторых моих выступлениях, где говорится об уничтожении различия между промышленностью и сельским хозяйством, между умственным и физическим трудом, без оговорки о том, что речь идет об уничтожении существенного, а не всякого различия. Товарищи так именно и поняли мою формулировку, предположив, что она означает уничтожение всякого различия. Но это значит, что формулировка была неточная, неудовлетворительная. Ее нужно откинуть и заменить другой формулировкой, говорящей об уничтожении существенных различий и сохранении несущественных различий между промышленностью и сельским хозяйством, между умственным и физическим трудом.